здравствуйте ребята сегодня я предлагаю нарисовать графические работы на тему городской пейзаж это могут быть отдельно стоящее здание или комплекс сооружений это может быть местность которая вас окружает могут быть маленькие одноэтажные дома или большие многоэтажные все зависит от вашего выбора и так как мы работаем графическими материалами а это может быть карандаш ручка фломастер уголь нужно помнить что главное средство выразительности графики это точка линия пятно это значит что где-то линия может быть широкой или узкой пятно может быть большим или маленьким и даже просто поставленная точка будут при будет представлять интерес вашей работе постарайтесь работать аккуратно не спешить прорабатывать каждую деталь сначала я все набросаю карандашом и уже потом начну прорабатывать другими материалами у меня это будет маркет черный черная гелевая ручка линер также вы можете взять просто черный фломастер также сегодня я вам расскажу о русских художественных музеях что такое музей музей это учреждение в котором хранятся и демонстрируются коллекции произведений искусств предметы представляющие исторический эстетический или научный интерес среди художественных музеев мира почетное место принадлежит эрмитажу основанном в 1764 году императрицы екатерины второй в этом величайшем музее хранится свыше двух с половиной миллионов памятников культуры и искусства разных эпох стран и народу от дворцового художественного собрания доступного только узкому кругу знати до подлинно народного музея сокровища которого несут радость и красоту миллионам людей такой путь прошел эрмитаж за 250 лет своего существования музей расположен в россии городе санкт-петербург здание зимнего дворца в эрмитаже хранятся собрание древнего египта античности эпохи возрождения 17 18 19 веков даже такой известный художник как леонардо давидниче тоже представлен в этом музее также большая коллекция рембрандта другой музей русский центре санкт-петербурга на площади искусств расположены величественное здание с классическими восьмиколонным портиком бывший михайловский дворец построенный выдающимся русским зодчим росси в 1819 1825 годах здесь 1898 году был открыт русский музей который наряду с третийковской галереи является крупнейшим собранием отечественного изобразительного искусства русский музей открыт для посетителей в 1898 году основы его собрания послужили произведения русских живописцев и скульпторов поступившие из эрмитажа академия художеств царского александровского дворца а также из частных собраний русский музей одно из крупнейших в мире хранились чедевров национального искусства в нем хранятся экспонаты отражающие историю отечественного искусства с глубокой древности до наших дней государственный музей крупный научно-исследовательский и просветительский центр его задачу входит не только собирание и хранение художественных ценностей но и изучение реставрации и пропаганда в русском музее хранятся полотна выдающихся желать русских живописцев брюлов последний день помпеи айвазовский девятый вал шишкин корабельные рощи репин запорожцы пишут письмо турецкому султану дайнека обороны севастополя кроме произведений живописи в музее есть коллекции скульптур предметов декоративно-прикладного и народного искусства книжной и станковой графики если у вас будет возможность обязательно посетите музей посмотрите художественные произведения у вас надолго останется в памяти впечатление о произведении живописи и вы будете неоднократно вспоминать а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...